Добро пожаловать в Америку 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 Поэтому мне нужно думать, как я буду обороняться, поскольку все-таки у нас пусть и лучше болид, но слепстрим и дресс это дает преимущество над нашим болидом. Но походу Потус пересчитал свои силы на этой прямой и со слепстрим и дрессом он решил предпринять экстренное торможение. Ну а от кого он будет резко тормозить? Конечно же об меня. Я начинаю тормозить в стандартной своей точке и он меня въезжает в этот момент, когда я начинаю тормозить. Вымать себе переднее антикрыло и соответственно он начинает просто отваливаться, потому что на пидстоп он не решился заехать. Ну и все, после этого у меня остается только Льюис впереди, которого я догоняю спустя там 4 круга плюс 1 виртуальная машина безопасности. Ну и 23 круг, догоняю его и на обратной прямой буду пытаться его опередить скорее всего, потому что у нас будет слепстрим и дресс опять же. Также, ребят, хочу еще сказать такое дело, что в Мексике следующий этап после США у нас не будет по видео, поскольку я записывал США и Мексику в один день. Точнее не думал, что записываю Мексику, но получилось так, что у меня не была включена запись, из-за чего этапа просто не будет. И останется у нас только сейчас 2 этапа, это Бразилия и Абудаби. Собственно, в Бразилии что-то может и получится там показать, надо придумать сейчас чуть-чуть, что я вообще буду делать эти 2 этапа. Ну и уже после Абудаби, скорее всего, следующее видео по новой команде выйдет только в апреле, в начале апреля. Так что, ребят, ждите. С Хэммельсоном не так все просто получилось, он на обратной прямой запускал себе колесо, но это мне не позволило его пройти. Соответственно, я подождал уже все это дело до старт-финишной прямой, где без каких-либо проблем его буду атаковать, поскольку у нас слепстрим есть уже нормальный и ДРС. И без проблем начинаю его проходить, получилось пройти его еще до зоны торможения и все, по сути, первое место за мной. Да, мы поравнялись, но на разгоне все-таки у меня с Усперсофта и поэтому я с каких-либо проблем разгоняюсь быстрее. На этом, по сути, гонка была решена, у меня было первое место, Ботас там потихоньку отваливался до где-то седьмого-восьмого места, ну а Сироткин смог рваться до третьего, что, в принципе, не так уж и плохо, как я думал, будет изначально. Ну и, опять же, кубок конструкторов, который мы выиграли все-таки. И на месте Ходмастерс я бы сделал победу конструкторов все-таки, как бы, чтобы команда тоже как-то отмечала эту победу, потому что чемпионский зон отмечают, неплохо так, да, нарисовали. Но вот кубок конструкторов так, вскользь упоминает комментатор уже в итоге, что типа вот Вильямса выиграли кубок конструкторов и не более. Ну и еще да, показывает после гонки кубок конструкторов, которым мы типа и выиграли и не более. Но хотелось бы все-таки увидеть то, что команда радуется, там фотка всей команды на фоне этого всего дела, особенно если в игре еще был чемпионский титул, тоже неплохо. Как, в принципе, это делают в реальности, но вот в игре бы хотя бы реализовали. Вообще, по игре у меня есть идея, которую бы я хотел увидеть в девятнадцатом году, но это, может быть, станет таким, потому что отдельное видео может быть, наоборот, в следующих видео я поговорю где-нибудь в Бразилии или Абудабе, если там будет опять все крайне уныло. Здесь, в принципе, тоже было не шибко так уж, прям много экшена, поскольку не было ТВ-камеры у меня где, а только вот анборд. Также еще умудрился хлопотать на 3 секунды штраф под конец гонки, потому что слишком много выезжало широко. Собственно, беру, так сказать, предпоследнее уже обновление в ДВС, связанное с ЕРС. На следующем этапе мы берем 2 обновления. В Мексике будет взято 2 обновления, связанные с мощностью последних, ну а это предпоследнее обновление, по сути, с ЕРС приедет уже в Бразилию. Ну и, по сути, на этом прокачка, как бы, для меня закончится. То есть, может быть, в Абудабе я что-то еще возьму, если я накоплю ресурсов с практики, но не более. Так что на этом, ребят, с вами был Warhammer. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи, ребят, пока-пока.